Литературно-музыкальный радиоканал Метелица. Не той, которая кружит за окном обычно, а Государственного оркестра русских народных инструментов Метелица. Одного из лучших профессиональных оркестров народных инструментов России. Бессменный руководитель и дирижер коллектива заслуженный артист РСФСР Игорь Тонин. С 1992-го оркестру присвоен статус государственного. Главное направление в работе Метелица – концертное обслуживание населения Ленинградской области и прилегающих к ним территорий. Однако оркестр является желанным гостем в других регионах России, а также за рубежом. Я окончила свое краткое представление и готова поприветствовать наших гостей. Это художественный руководитель и главный дирижер оркестра Метелица Игорь Михайлович Тонин. Добрый день. И солист оркестра, исполнитель на балалайке, лауреат всероссийских и международных конкурсов Амбросий Тарасов. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Вы сегодня пожаловали к нам в 20-ю студию Дома радио, что называется, с корабля на бал. Расскажите о поездке, которая еще так свежа в вашей памяти. Совершенно верно. Мы сегодня вернулись из Москвы, где вчера принимали участие в большом гала-концерте, посвященном Дню Энергетика. Нас пригласил концерн Росэнергоатом. Как раз 22 декабря у них День Энергетика. 22 декабря, 22 года. То есть тут много субходений. И со всех точек нашей России, где есть атомные электростанции, прибыли делегации для участия в этом мероприятии и лучшие коллективы, которые могли представить те или иные города, области. В данном случае мы представляли Ленинградскую область, так как у нас в Сосновом Бару есть своя атомная станция. Так что мы с честью... Да, и нам там еще удалось помочь, саккомпанировали ансамблю, вокальному ансамблю «Воронежские девчата». Изъестные коллективы. Я их очень давно знаю, и мы пересекались на многих концертах. В течение 30 лет я их просто хорошо знаю, их руководители. И впервые нам удалось соединиться на одной сцене в определенном номере. Это было очень интересно для нас, хороший такой опыт. И, естественно, мы сделали задел на сольный концерт этого коллектива у нас в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в следующем году. Это очень хорошо. Значит, мы их увидим и услышим. Конечно, конечно. Амбрось, у вас такое редкое и красивое имя. Расскажите, пожалуйста, почему именно такое имя вам дали родители? Ну, я думаю, это связано с тем, что мой отец священник. И поскольку я родился 23 октября, в день памяти преподобного Амбросия Оптинского, вот меня решили так назвать. Здорово. Скажите, а как вы попали в такой замечательный коллектив в Оркестр Метелица? Ну, вы знаете, мне кажется, тут стоит упомянуть о том, что у нас еще проходят конкурсы детские и метелицы. Международный конкурс. Да, мы не раз об этом рассказывали здесь в программе. Я еще, учась в Петербурге в музыкальной школе, в музыкальном лицее, неоднократно принимал участие в этих конкурсах. Вот у меня дома даже лежат дипломы лауреата. Вот, а потом я уехал учиться в Москву, высшее образование получал там. Ну, и вот по возвращению из Москвы мне удалось попасть в коллектив. Сыграл конкурс. Да, проходил конкурс. Вот, и сколько уже? Пять, а то и шесть лет уже. Да, время летит. Вы, что называется, знаете оркестр изнутри? Знаете, на что способны ваши товарищи, оркестранты? Кто как может сыграть? Ведь так точно? Конечно. И это все. Это правильно, да. У вас очень сильная группа балалаек. Очень сильная. И практически каждый солист. Да, Евгений Жилинский, Мария Мариш, вот Абрусий Тарасов и Андрей Касьянов. Это примы, вот, секунда, Сергей Краснокутский и ветеран оркестра Сергей Иванович Рукша, Балалайка Альт. Балалайка Контрабас, Юрий Горобец. Поскольку вы сегодня в гостях в программе «Полде», очень хотелось бы услышать живой звук балалайки. Не просто в записи, а вот в вашем исполнении. Давайте я исполню небольшой фрагмент из произведения, вернее, из обработки произведения «Кольцо души девица» Александра Борисовича Шалова. Вот, и упомянем об еще одном концерте. Дело в том, что сегодня в 18 часов в культурном центре Свято-Духовский, который располагается в Александр-Невской лавре, будет юбилейный концерт Алексея Михайловича Долгого, заслуженного работника культуры Российской Федерации, который очень долгое время... Работал с нами, да. Ну, и сейчас продолжает, но он был вторым дирижером в нашем коллективе. Вот, и я исполню фрагмент из этого произведения, а, собственно, сегодня вечером я его сыграю полностью на этом концерте. КОНЕЦ Какое счастье слышать живой звук балалайки. Балалайка — это же вообще символ России. И надо сказать большое спасибо большому просветителю, организатору Василию Васильевичу Андрееву, что он так поднял балалайку на такую высоту. И не только в деревнях на Завалинке она зазвучала, а в лучших залах. Расскажите, пожалуйста, об этом инструменте, о балалайке. У меня в руках сейчас балалайка «Прима», и она как раз к такому виду пришла благодаря Андрееву. Он ее усовершенствовал, потому что раньше балалайка, очень часто она имела овальный корпус, очень часто ее делали, скажем... Как у Домары, да? Да, да. Ее могли делать, скажем, из тыквы высушенной, в которую просто вставляли палку, на палку натягивали жилы. Три струны. Да, ну, на самом деле, раньше у нее могло быть и две струны, вот, и уже вот к такому, к современному виду, академическому, она пришла благодаря Андрееву, его соратников, и сподвижников, и мастеров, с которыми он работал на Лиму. А у вас какая-то авторская работа от балалайка, или это серийный какой-то выпуск? Нет, это, конечно, мастеровая балалайка петербургского мастера Олега Федорова, вот. Ну, это современный образец, скажем так, она, по-моему, в 2014 году сделана. Подходит к концу год, и я предлагаю вам вспомнить наиболее яркие события этого года в жизни оркестра. Игорь Михайлович, вам слово. Этот год был весьма насыщенным, тем более, что после пандемии нам пришлось выходить полностью на открытые концерты с публикой. Вот, и у нас появились новые точки, новые друзья, соответственно. Мы посетили Узбекистан впервые за нашу практику. Вот мы много ездили во многих, так сказать, странах, континентах. А там еще не были, да? А в Узбекистане не были. И нам очень-очень понравилась эта поездка. Так как нас там принимали, об этом можно, так сказать, отдельную передачу говорить. Но это действительно было очень здорово. Вот Ташкент, Самарканд, Шахр-Изапс и Корши. Это вот четыре города, в которых мы давали сольные концерты в течение шести дней. Ну, там переезды были достаточно большие. Вот, и я хочу отметить, что консерватория в... Это первый концерт наш был, потому что мы прилетели в Ташкент, и первый концерт был в консерватории. Ну, я вам скажу, это храм искусства. Это очень современное по всем, так сказать, параметрам. В нем четыре зала, один из них, я имею в виду концертных залов, один из них органный зал. Вот, мы работали... Акустика хорошая? Да, акустика замечательная, все оборудовано, все продумано. То есть, там есть музей, который мы посетили. Это очень интересно было. Они свято хранят истоки своего национального искусства, именно музыкального музыцирования. То есть, там представлено огромное количество видов, их струнных и духовых инструментов, ну, и ударных, естественно. Вот, все это представляет потрясающую, так сказать, экспозицию, в которую можно часами ходить, смотреть, узнавать. Вот, и, конечно, очень хорошие сопровождающие, которые нам все это рассказывали. Да, и было интересно... Было поздновательно очень. Да, нас встречали, мы из автобуса вышли, нам пройти там, ну, где-то было метров 70 до входа, а там уже стояли ребята на национальных костюмах с этими вот большими трубами, бубнями, и нас встречали. Приветствовали вас, да. Да, вошли, да, там на первом этаже один оркестр играл, поднялись на второй, там оркестр национальных инструментов играл, симфонический оркестр. То есть, вот, они очень доброжелательно отнеслись к нам. Ну, и на концертах, особенно после концертов, конечно, рассматривали наши инструменты, и наши ребята долго не уходили. То есть, мы поменялись, так сказать, ролями, и уже мы рассказывали о наших инструментах, даже были такие мастер-классы, образовывались просто на ходу. Музыкальный ряд нашей программы проложит пьеса Чаплиниана по Пури на темы песен из кинофильмов с участием Чарли Чаплина. Там тоже есть соло на балалайке. Кто исполняет? А там соло на Добре. На Добре, прошу прощения, прошу прощения. Слушай. Наталья Суслова. Наталья Суслова. Напоминаю вам, дорогие друзья, что сегодня в программе «Полдень» принимается. В программе «Полдень» принимает участие художественный руководитель и главный дирижер Оркестра Русских Народных Инструментов Метелица Игорь Тонин и солист оркестра Амбросий Тарасов, исполнитель на балалайке. 2022 год заканчивается традиционным новогодним концертом Оркестра Метелица в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга. Он состоится 30 декабря. Как называется программа? Программа называется «Звучала музыка с экрана». То есть мы представим интересные, любимые, может быть даже какого-то ностальгические чувства. Возбудят наши советские фильмы, российские, зарубежные, которые были очень популярны у нас. А также музыка к мультфильмам, которые были написаны. И мы еще пригласили наш сводный областной хор детский, который тоже примет участие во втором отделении. Они как раз откроют тоже очень популярными песнями из детских музыкальных, из детских фильмов. Естественно, новогодняя тематика будет присутствовать. И закончим мы нашим любимым произведением «Карнавальная ночь». Такой попури на музыкальные темы из этого фильма, всеми любимым. А также у меня будут интересны еще участвовать солисты. Это Андрей Быковский. Он исполнит романсы «Что так сердце растревожено». И еще несколько, я не буду сейчас забегать вперед, сделаю маленькую интригу. Возбуд маленькие сюрпризы, да? Да, да, да. На этом концерте он будет исполнять письми советского периода нашего кинематографа. Из этой новогодней программы давайте послушаем музыку из американского мультфильма. Она называется «Однажды в декабре». Вальс Анастасия. «Однажды в декабре» Вы слушаете полдень. А сейчас я попрошу нашего гостя, исполнителя на балалайке, лауреата всесоюзных и международных конкурсов Амрусия Тарасова, что-нибудь еще сыграть для наших уважаемых слушателей. Я думаю, что они получат огромное удовольствие. «Однажды в декабре» «Однажды в декабре» «Однажды в декабре» Спасибо, спасибо вам большое. Вы сказали перед эфиром, что побывали две недели тому назад в Париже. Скажите, пожалуйста, о вашей поездке. Мы ездили с фольклорным ансамблем в рамках программы «Дни России во Франции». И у нас был большой концерт в русском доме. Ну, несмотря на все сложности, которые у нас сейчас... Это понятно, и все мы это понимаем и ощущаем. Да, несмотря на это, принимали просто замечательно. Зал аплодировал очень долго стоя. Потом там около часа, наверное, фотографировались после концерта. Ну, здорово, что даже в такое непростое время удается все-таки иногда выбраться за границу и порадовать наших соотечественников, проживающих за рубежом в том числе, поддержать их. Я считаю, что это важное очень дело. Вообще, я хочу сказать огромное спасибо вам, Игорь Михайлович, и всем участникам оркестра «Метелица» за то, что вы пропагандируете русское народное творчество, русские народные инструменты, даете возможность послушать зрителям, слушателям необыкновенные образцы народной музыки. Вот за это вам огромнейшее спасибо. И за то, что выращиваете вот таких музыкантов. — Самородки. — Самородков, да. Это же просто прелесть. — Это здорово. — Да, и завершит нашу программу солистка оркестра «Метелица» Елена Курская. Ну, а песню можно, честно говоря, и не объявлять. Ее все хорошо знают. Я вам песенку спою про пять минут, Эту песенку мою пускай поют, Пусть летит она по свету, Я дарю вам песню эту, Эту песенку про пять минут. Пять минут, пять минут, Пой часов раздастся в соне, Пять минут, пять минут, Помиритесь тем, кто в соне. Пять минут, пять минут, Разобраться, если строго, Даже в эти пять минут Можно сделать очень много. Пять минут, пять минут, Бой часов раздастся вскоре, Помиритесь те, кто в ссоре. На часах у нас двенадцать без пяти, Новый год уже, наверное, в пути. К нам он кучится полным ходом, Скоро скажем с Новым годом. На часах двенадцать без пяти, Новый год он не ждет. Он у самого порока, Я в тену пробегу, Их осталось так немного. Милый друг, поспеши, Зря терять минут не надо, Что не сказано, скажи, Не откладывая нога. Милый друг, поспеши, Что не сказано, скажи, Не откладывая нога. Пять минут решают люди иногда, Не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута Все меняет очень круто, Все меняет раз и навсегда. Новый год недалек, Пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек, Без пяти минут он в мастер. Без пяти, без пяти, Новых пять минут немного. Он на правильном пути, Хороша его дорога. Пять минут, так немного. Он на правильном пути, Хороша его народа. Пусть подхватит в этот вечер, Там и тут, Эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, Пять минут уж пролетела. Новый год, Часы двенадцать бьют. С Новым годом, Вась, С Новым счастьем! Новый год Новый год Новый год нас дает, С Новым годом, С новым счастьем! Время мчит нас вперед, Старый год уже не властен. Пусть кругом все поет, И цветут в улыбках лица, А ведь на то и Новый год, Чтобы петь и веселиться. Новый год, Новый год, С Новым годом, С Новым счастьем! С Новым годом, С Новым счастьем! Вот так заканчивался концерт оркестра «Метелица» Год тому назад в Академической капелле Санкт-Петербург. А что происходило на сцене в это время? Хлопушки, Звитушки, может быть, кто-то открывал шампанское, не знаю. По звукам было похоже. Так что, ну, атмосфера чувствуется такая радостная, такая просто, как будто я бы сейчас там побывала на этом концерте. Так что впереди у вас концерт, и я надеюсь, что он пройдет так же блестяще и атмосферно. Я желаю вам удачи. Мы постараемся. Да. Ну, а нашим радиослушателям пожелайте что-нибудь в Новом году. С наступающим Новым годом. Счастья вам, любви, и чтобы мир в вашем доме был. Спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня в программе «Полдень» принимали участие художные руководители, главный дирижер оркестра русских народных инструментов «Метелица», заслуженный артист РСФСР Игорь Тонин и солист оркестра Амуросий Тарасов. Спасибо вам большое. И до встречи на концерте. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч.